Добрый день, Пау! Рада вас видеть. Вы всегда говорили, что очень счастливы в Вильяреале. Но может, все-таки есть клуб в Испании или за рубежом, который был бы вам настолько симпатичен, что вы не смогли бы отклонить его предложение? Это правда, я очень счастлив здесь. Ко мне всегда замечательно относились в клубе. Это мой дом и возможность, которой мы сейчас обладаем, играть с лучшими клубами Европы, как в прошлом году, когда мы выиграли Лигу Европы. Или в этом, достигнув полуфинала Лиги Чемпионов, самое лучшее, что могло со мной произойти. Поэтому у меня нет желания сейчас думать о других клубах. У меня контракт с Вильяреалом еще на несколько лет вперед, и я очень рад этому. Рад быть здесь. Как менялись твои эмоции в ответном матче против Баварии? Когда они забили, когда вы смогли сравнять счеты, судья дал финальный свисток? Да, нам нужно было оставаться сильными и физически, и ментально. Мы прекрасно все понимали, где мы находимся и против кого играем. Что нам пришлось бы много терпеть, чтобы пройти дальше в полуфинал. Поэтому даже когда они забили первый гол, мы не сломались и смогли вернуться в игру и выполнять свою работу до конца. Мы выдержали, и судьба вознаградила нас голом саму. Думаю, мистер также остался доволен заменами, сделанными им в матче. Мы все счастливы, что смогли завоевать эту ничью и пройти в следующую стадию. Для вас сейчас главная мечта — это выиграть Лигу Чемпионов с Вильяреалом? Мы смогли выбить из турнира такие гранды, как Ювентус и Баварию, фаворитов этого турнира. Сейчас нам нужно сосредоточиться на Ливерпуле, тоже очень большом клубе. Нужно сыграть хорошо в гостях, чтобы здесь, дома, нам было проще. Мы хотим выйти в финал, когда так много уже пройдено, мы уже не хотим останавливаться на том, что имеем. Давай представим, что мы заключаем пари. Если вы выиграете Лигу Чемпионов, сможешь сделать что-нибудь сумасшедшее? Да, как минимум надо будет покрасить волосы в желтый цвет. Что-то в этом духе. А вообще, если это произойдет, мы с парнями точно придумаем что-нибудь очень крутое. Играешь в FIFA или фэнтези футбол? Если да, всегда берешь себя в команду? Да, я играю и в то, и в то. С друзьями или моей семьей. И да, когда я играю, я беру себя в команду. У тебя есть дурные привычки, с которыми ты не можешь справиться? Может, любишь есть чипсы в 12 ночи? Нет, я не могу себе этого позволить. У нас тут каждый день досмотры, следят за весом, считают граммы и вообще постоянно наблюдают за нашей физической формой. Мы должны быть профессионалами. Мы играем очень много тяжелых матчей и должны заботиться о себе. Рауль Альбиоль кажется очень серьезным парнем на поле. Он такой же и в жизни? Какие у вас с ним отношения? Рауль на поле всегда знает, как нужно правильно поступить. У него огромный опыт, но вне поля он просто отличный парень. Очень веселый. У нас с ним прекрасные отношения. И, конечно, он очень важный игрок для команды и особенно для меня. Ведь мы с ним вместе отвечаем за защиту. Кто у вас главный качок в команде, что не вылезает из зала? А кто, наоборот, ленится? Есть такие? Да, есть. Аиса Мэнди всегда торчит в зале. Перед тренировкой и после нее. А второго, самого ленивого, я не могу тебе назвать. Это будет некрасиво. Что все-таки сейчас в приоритете? Ла Лига или Лига Чемпионов? Сейчас мы должны правильно распределить наши силы. Нам очень важно отобраться в Еврокубке через чемпионат. И параллельно нам нужно думать о Ливерпуле. Конечно, там мы должны будем выложиться на 100%, чтобы пройти дальше. Нам будет очень сложно, но мы будем готовы к этому. Добрый день, Унаи! Спасибо, что пришли. Вильяреал совершил огромный прорыв в этом году, пройдя в полуфинал Лиги Чемпионов. Можете рассказать, в чем секрет вашего успеха? Добрый день. Секрет заключается в самом проекте клуба. В проекте семьи Роч, который они совместно с Хосе Мануэлем Льянесса начали строить 24 года назад. Это очень цельный проект. Очень продуманный. Даже когда клуб переживал тяжелые моменты, опускался в секунду, руководство не покидало уверенность и решительность создать команду, которая будет играть на высшем уровне, как в Испании в Ла Лиге, так и в Европе. И спасибо им за проделанную работу. У нас есть для этого все условия. Современная база, и стадион, и отличные игроки, и тренеры на всех уровнях, и в Кантере, и в первой команде. Принимая предложение клуба, я понимал, что все это очень важно для того, чтобы мы могли развиваться и добиваться успеха. Но я повторюсь, прежде всего, это результат той спортивной культуры, которой обладает семья Роч. Кстати, брат Фернандо, Хуан, также занимается развитием спорта, баскетбола в Валенте. Самое главное в нашем клубе – это стремление к цели и работоспособность. Именно эти принципы прививают футболистам Вильгриала с самого детства. Поэтому у меня изначально были очень хорошие условия для работы в этом клубе. Как вы настраивали команду перед ответным матчем с Баварией? Гвардиола, например, ставят своим футболистам жизнеутверждающие фильмы до матча. А у вас есть свой особенный способ мотивировать игроков? У всех тренеров есть свои методы, которыми мы пользуемся в зависимости от ситуации. Но я считаю, что всегда очень важно напоминать игрокам про их собственный положительный опыт, который сам по себе их мотивирует. Современные футболисты очень восприимчивы. Они хотят учиться, и им это нравится. Как нравится соревноваться. Перед матчем с Баварией было важно, что у нас уже был опыт игры с командами, которые были фаворитами. И в чем-то превосходили нас. В этих матчах мы многому научились. Игроки узнали много нового о себе. Поняли, что они в состоянии выйти победителями в противостоянии с любым соперником. Уже просто понимание этого – достаточная мотивация для них. Какое поражение в вашей карьере было самым тяжелым? Вылет из Лиги Чемпионов от Барселоны – это, пожалуй, очевидно. Ну и поражение от Мадридского Реала в Лиге Чемпионов я также внесу в этот список. Это были тяжелые матчи для меня, как для тренера. Но я этот опыт ни на что не променяю. Не откажусь от него. Он привел меня туда, где я нахожусь сейчас. Я уже сказал, что не хочу заглядывать далеко в будущее, но я бы предпочел и дальше иметь такие возможности. Пусть лучше у меня снова ничего не получится, я все равно буду дорожить ими. Поделитесь вашим мнением о Никите Иосифове. Как у него дела в Вильяреале? Думаете, он скоро сможет заиграть за первую команду? Никита тренируется с первой командой и играет во второй. Первый он также уже сыграл несколько матчей. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Но нам очень важна наша кантера. Никита пришел в Вильяреал уже почти готовым футболистом, очень близким по уровню к первой команде. Ему осталось сделать только один шаг, чтобы стать в ней постоянным игроком. Но он растет. Он очень простой парень и действительно хочет стать хорошим футболистом. Так что все в его руках. У него есть все нужные качества, чтобы стать большим футболистом здесь, в Вильяреале. Но время покажет.